всем привет всем любителям активного отдыха на колесах с палатками всем привет только что вернулся из крыма только что поэтому я не только такой черный такой веселый и с хорошим настроением сразу решил снять этот ролик и показать показать именно того кто сегодня стал героем этого путешествия кстати проехал я 4 400 вот они мои показания это то что я прокатал на колесах из сергиева посада в крым там немножко покуролесил покупку по путешествовал был и в алуште и судаке и на меганоме солнечной долине и как ты бели и на и петре и ласточка гнездо заезжал так что сами понимаете и главной тема этого ролика это вот этот герой смотрите вода вот он автобокс люкс автобокс люкс ребята вот он смотрите вот этот бокс я покажу я покажу тот ролик будет ссылочка в конце на видео где я покупал тут бокс буквально господи 30 у меня было ну да правильно 4 я стартанул на своем аппарате а 30 июля я купил этот бокс вот так что сейчас немножко вот посмотрите на него посмотрите он еще полный загруженный я еще не выгружал машину ах да давайте я вам скажу на кой хрен я его купил то ну давайте посмотрим хорошо вот моя машина груженая пришла с юга давайте откроем и посмотрим как отдыхают такие как я это универсал вы сами понимаете так здесь меня место здесь у меня место для отдыха так сейчас открою покажу как тут немножко еще развал он арбуз тут лежит так вот здесь у меня во всю длину спальники лежат естественно которым я там нужны были палатки там верху вот и все у меня здесь человек может лечь и отдохнуть весь рост и у меня рост метр семьдесят два и тут прекрасно ложусь отдыхать при этом обратить внимание час немножко там завалил тут надо убрать да вот но здесь у меня еще одно пассажирское место полностью функциональное ну естественно пассажирское место на передке я здесь все четенько так ну если задок у меня реально завален там тебе то и все там вот если мне поверите вот там стоят коробки с вином которых привез снова сведать с массандра если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь я привез около 50 литров всякого разного всякого раза и себе и не себе вас ничего говорить ребят вот я покажу место так уж получилось что со мной отдыхали мои родственники родственники отдыхали и вот здесь вот у меня в головах лежат мешочки мешочки с камнями которые люди набрали для каких-то своих дизайнерских заморочек в своем частном доме почему они не взяли собой потому что они прилетели на самолете налегке и они все это попросили привезти меня ладно чего греха таить вот этом корфе лежит даже мешок с игрушками от моих вот этих родственников которые возили битя у тебя машина большая возьми игрушки мы их просто купили там будучи на отдыхе отдыхали там порядка месяца лишним поэтому маленькому ребенку димки пришлось накупить кучу игрушек и тут меня целый мешок так вот это все сейчас я еще буду нара показывает да ну давайте открою бокс давайте отключим открою бокс и потом немножечко поговорим детально о всех делах так с какой страны открыт бокс открывается с любой стороны он двухсторонний сразу говорю обо всех характеристиках я немножко подробно расскажу бокси открывается понятно да тут даже смотрите что есть опа не знаю бутылочка сухого белое сухое но это уже так на разлив брали тут коньяк вот это чача бычковая тебя туда же так ладно ну все сейчас я расскажу по характеристикам этого изделия итак господа приступим характеристик этого бокса на смотрите это у нас производитель люкс модель ирбис ирбис 175 таких моделей там у них две 175 и 197 то 175 это собственно длина по длине этого изделия 175 сантиметров объем 450 литров по габаритам внешним 175 на 85 и на 40 значит если по внутренним размерам могу сказать значит габариты 465 внутри 800 и на 380 миллиметров то есть чемодан 30 сантиметров легко пойдет туда же могут войти лыжи сноуборд вот я катаюсь на бурных лыж у меня 145 размер то есть я сюда могу положить так есть ремни есть ремни для внутренней кажется крепление внутри бокса то есть те же лыжи сноубордом так значит грузоподъемность его 50 килограмм значит для того чтобы вот сейчас описание прочитаем так автобокс изготовлен и высококачественного абэйси пластика практично надежная система запирания позволяет крать бог с любой стороны автомобиля один поворотом включая то есть он двухсторонний открывается на любую сторону значит это характеристики которые официально дилер заявляет до стоимость этого бокса 17 900 если вам вас интересует этот бокс то я ссылочку под этим видео оставлю внизу где я его брал так сразу я скажу что из этого же из этого же размерчика есть размер 197 то есть сами понимаете что там 20 сантиметра больше и он будет иметь объем я скажу господи пятьсот двадцать литров это 450 тот на 70 литров еще больше стоит он правда подороже почти двадцатник и у того бокса его грузоподъемность 80 килограмм то есть вот меня он туда реально может вместить если понадобится так ребята ну ладно это технические характеристики выписал просто еще тогда когда брал кстати листок мяч тех времен но сейчас я вам скажу что по практике я имею сказать в плюсах или в минусах скажем так в плюсах следующее значит ремни багажа внутри есть два ремня но при плотной если укладки вот так у меня сейчас до завалено они просто не потребовались вообще значит доступ боксу с двух сторон замок на две стороны причем сразу скажу что замок сделан каким вариантом не точка крепежа происходит по трем точкам с каждой стороны одна в середине в районе замка и в краем то есть крепеж будет только в том случае если все три этих обозначенных места крепежа войдут свои пазы и поворотом ключа ты их зафиксирует получается 3 с одной стороны 3 с другой вот такая схема причем ключ ключ от обратите внимание сейчас бокс у меня не закрыт и пока я бокс не закрою я ключ не вытащу то есть вариант что если я забыл вдруг закрыть бокс и мне уже ключ вытащить у меня сейчас включали от машины да вместе то собственно говоря я никуда не поеду это тоже хорошо так крепеж крепеж на дуге багажника сделан при помощи таких подхватывающих скоб и идет шпилька насквозь через этот подхватывающий скобок за через этот крючок входит внутрь бокса и там стоит барашек который заворачивается просто от руки не просто от а заворачивается от руки без применения дополнительного инструмента так что я считаю это тоже хорошая помощь и тем более ты можешь свободненько его выставить по центрам и тянуть 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 или как вот я делал уже ездишь ездишь да проехать расстояние подтянуть их можно то есть очень удобно не не надо ни ключ ничего вещи вещи вот немножко в сторону так сместил дотянулся до нее и подтянул значит что еще и понравилось пазы значит понятно что багажники дуги стоят там то там вот значит внизу по дни еще есть паз эти крюки захвата они просто могут выставляться под размер тех дуг которые у вас скажем используются для вашей повседневной жизни то есть вот это очень быстро и достаточно легко все это ставится вес самого бокса вот сам бог стать я вот вес не сказал да вы скажете а какие-то затащить это 20 человек надо так сейчас скажу вес бокса 23 килограмм ребят 23 км вообще смешно так прекрасно 23 килограмм значит цвета у них сейчас вот смотрю серый черный и что-то там еще покрытие у него шагрень то есть это не глянец блескучий это шагрень значит плюс что еще тихий ребята я вот с ним сначала меня не было никогда в жизни возможности эксплуатировать такие боксы на машине до последнего времени и я как-то до этого не доходил но вам скажу поставил поставил все заглушки на дугах на скорости в 130 как говорят что разрешенная скорость рекомендуем скорость не свыше страт 30 значит я увидите на ролике значит я ходил и 140 и 150 и 160 до рискуем да понятно особенно как в гаражах наверное это не очень правильно как я сверху лежит 80 килограмм то есть это может создать дополнительные проблемы но тем не менее скажу что на этих скоростях абсолютно тихий бокс никакого дополнительного шума абсолютно тихий так что вот это мне все очень понравилось теперь что мне не понравилось значит из таких вопросов как не понравился или минус у меня таких вопросов нет просто нет ребята у меня таких вопросов нет но хотелось бы все таки чтобы немножечко доработали некие моменты я говорю это может быть производителям если они заинтересуются пожалуйста может связаться я им тоже посоветую что-то ну и тем ребятам которые будут брать что для них это было не удивление может они тоже хотят захотят что-то доработать значит смотрите значит когда я приехал уже на точку гнал я 22 часа практически один за рулем без остановок и приехав на место я вдруг заметил что бокс который стоял по середине кузова симметрично все он сместился я вам покажу как вот смотрите бокс сейчас смещен в левую сторону этого прекрасно видите вот так и поближе сюда покажу заметно да значит что произошло значит вот эти вот крюки захватывающие вот эти крюки захватывающие вот крючок вон крючочек да они вроде держит хорошо и так рукой сместить но невозможно но когда идет какая-то тряска идет какая-то тряска то происходит все таки когда идет тряска то весь этот бокс потихоньку по миллиметрам как-то там по каким-то своим законам невидомо он начинает двигаться я заметил что что многие ребята из ходя из того что бокс открывается одну сторону и специально его смещает в одну сторону чтобы иметь доступ к багажу здесь доступ вас с любой страны поэтому смещение бокса тут не принципиально но сюда обратно я не стал бокс перетягивать сторону так и катался там короче как получилось но это вот учтите есть такой момент значит что еще мне не по не то что не по хотелось бы немножечко доработать а ну что это не так сложно кстати фишка в чем когда у вас вот так заполнен битком бокс я слышал отзывы ребята других боксах то есть это проблема не люкса это так сказать характеристика или показатель техническое исполнение вот такого класса недорогих но хороших хороших боксов значит когда вы закрываете крышку закрывать крышку так как три точки крепежа я уже сказал они должны плотно все закрыли и самое главное туда не попадали никакие лишние корица элемент вот тут у меня как раз . 1 вот здесь вот здесь вот она и вот здесь то есть все три они должны быть прижаты и если вы не приезжали какую-то из них вы ключ повернете не повернет то есть для того чтобы закрыть нужно прижать все у некоторых боксов есть такая функция такие отходящие подпружиненные защелки когда ты подошел например щелка одну щелк вторую и закрыл ключ и просто потом поворачиваешь ключ вот этот момент мне показался очень интересным потому что в данный момент я закрылся потому что у меня все убежалось все говорится в своих объемах чень сместился у меня получил смотрите теперь я вытащил только при закрытом боксе я могу вытащить ключи так что еще сказать что еще скажу я для себя накидал листочек да ну в принципе в принципе об остальном мне добавить особо нечего да скажу сразу что очень приятно отверстие регулируемые которые для крепежа крючков там стоят уплотнители то есть там не сквозная дырка куда будет пролетать вода или грязь какая-то там резинки такие стоят щелевидная прорезь и крепеж самого винта происходит через вот эту резинку это хорошо это приятно сразу скажу что на воду я его не пробовал просто так получилось что за время 4 августа и вот по 27 в дождь я нигде не попадал не попадал мне дождь был но я в это время не ездил то есть на ходу бокс я а так понимать что в этом исполнении бортики все закрываются ничего туда не попадет так что еще а вот по смещению кстати боксу для тех кто может быть я себе попробую так сделать обязательно попробую я просто хочу поставить резиновые вкладыши резиновые вкладыши резиновые вкладыши между корпусом бокса и пластиковой отделкой дуг багажника тогда в этом случае резина мне кажется она сыграет роль зацепа потому что получается пластик 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 и все это начинает убегать вот мне кажется так можно это сделать так чтобы еще да ну проехал я прилично так все еще мне очень понравилось так что ребят если я говорю если вот такого 450 бокса мало есть модели на сто девяносто семь сантиметров я думаю что ну посмотрю 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 в принципе для выбора бокса когда я читал по характеристикам главное чтобы линия лобового стекла восходящий поток это лобового стекла не бил в днище так сказать бокса я видел бокс и который вылазит аж над стеклом но представьте для аэродинамики для движения это будет лишнее сопротивление лишний расход бензина кстати с этим боксом расход бензина я не буду утверждать там до сказать до безумной точности но от пол-литра до литра как-то вот так мне кажется он набегает хотя у меня смотрите линия прям хорошо встала но исходя из того что я бы еще туда чем положил с большим удовольствием у меня дуги выдерживает 100 килограмм вот то есть до 80 килограмм я бы если взял больше бокс я бы положил бы еще на раз удовольствие так что вот такие дела я считаю очень хорошие модели очень качественно исполнено и я рекомендую тем кто на колесах активно что-то с собой возит вот эта модель которая называется люкс ирбис 175 пожалуйста приобретайте ссылочку еще раз повторяю ссылочку на место где я брал я размещу внизу под видео а всем пока хороших вам приятных богатых эмоциями путешествий чтобы на ваших лицах были только улыбки чтобы вам хотелось еще и еще и еще куда-то поехать что-то увидеть все пока что-то улыбка